Итак, отлично, мы продолжаем. Сегодня у нас последняя Мишна 21-го, в главе 2-й, в Пертьевод, Учение Отцов. И мы, получается, уже третью часть закончим. И третью часть, треть от книги. Там 6 глав. И мы закончим уже 2 главы. И, возможно, мы прекратим пока этот цикл, для того, чтобы сделать из пройденного материала какую-то статью, книгу. Кто, кстати, хочет поддержать нашу работу, мы собираемся выпустить книгу Пертьевод, Блинендер, Безратошем, с Божьей помощью, Безобеда. Выпустить книгу по этим урокам. Если вам хочется участвовать в таком замечательном мероприятии, как выпуск книги «Распространение Тора», то вы можете написать в комментариях, и мы вам поможем присоединиться к этому суперделу. Помогает во всех сферах жизни. То есть, когда ты помогаешь Богу, Бог помогает тебе. Это очень круто. Значит, сказал нам, 21 глава продолжает ее Раби Тарфон, который был вообще очень богатый. У него были тысячи виноградников, тысячи кораблей. И он при этом был, вначале он был человек Торы, а потом он уже был очень богатый. И интересно, что, откуда мы это знаем, как-то он гулял по своим виноградникам. Его арендатор один, который, ну, у него тысяча полей, все они были в аренде, да. Кто-то его увидел, думал, что он вор, исхватил его, там, засунул в мешок, избил, и все такое, да. И он, значит, воспринял это как должное. Почему он воспринял это как должное? Он не гневался ничего, потому что он учил же Тору, а в Торе есть история про царя Давида. Как царь Давид, когда на него обостал его сына в Шалом. Он со своими приближенными, у него были его команда, как бы, да, которые, вот, 400 богатырей, с которыми он еще был в бегах от царя Шауля. Он был с ними, это у него был отряд наемников такой его, ну, который, он был наемником у царя Грара, и он его защищал, и ходил на беге, там, и так далее. То есть у него был такой спецназ-спецназ. И потом против него восстал сын его, когда он уже был царем в Шалом. Хотел его убить, и он выходит со своим отрядом, и тут навстречу идет Шиме Бенгера, его звали, один из таких известных людей, и начинает царя Давида проклинать. И его подчиненные, ну, я не помню, кто-то из его близких таких, да, говорит, давай сейчас эту собаку убью, ну, которая на тебя говорит гадости. А царь Давид говорит, нет, говорит, не трогай его, это не он на меня говорит гадости. Не было бы у него силы мне сделать ничего плохого, если бы не было бы на это причины. То есть это же Бог всем управляет. И сейчас этим я искупаю какие-то свои грехи. То есть он, и он так спокойно это воспринял, как бы без гнева, без ничего. Он говорит, если сейчас у меня в жизни такая полоса пошла, значит, я что-то где-то не так сделал. И он, как раз мы с царя Давида учим силу дшувы, силу раскаяния, силу принятия вот этих неприятностей, даже с любовью, и Бог тогда дает человеку, это есть такая система, Равшавом Аруш. Он говорит, что первое, человек должен сто процентов верить вообще, что все от Бога. Все, вообще, муха не пролетит, ветер не подует, ничего не может быть без божественного проведения, да, управления. Второе, нужно верить, что Бог все делает для добра. Если бы Бог хотел навредить, он бы уничтожил мир. Ну, как бы, это понятно и очевидно. Поэтому Бог это добро, Бог это любовь, он все делает для добра. И когда с тобой что-то происходит, что тебе не нравится, ты должен понять, сделал Бог. Почему сделал? Хочет мне добра, спасибо, и начинаешь Бога благодарить. И тогда, говорит Равшавом Аруш, третьим этапом, Бог тебе открывает, что он тебе хотел этим показать, чему он хотел тебя научить, и ты выходишь на следующий уровень. И вот, значит, такой был Равшавом Аруш. И он нам говорит следующее, что в прошлом он сказал, что день короток, работы много, работники ленивые, награда большая. И баля байт дохек, хозяин мира, он двигает, он толкает. А здесь он нам говорит, и не свободный ты человек, для того, чтобы от нее освободиться, от этой работы. Если ты учил Торы много, дают тебе очень много награды. И доверенный, можно верить хозяину твоей работы, что он заплатит тебе награду за твои действия. Вы да, но знай, говорит, и знай, что матан схаран шельцадитим леотит лаво, что получать давание награды для цадиков в грядущем мире. Значит, тут интересная такая вещь. Давайте вот шаг за шагом разберем. Он говорит так, не на тебе работу закончить. То есть, в предыдущем вишне он сказал, день короток, а работы много. И когда человек смотрит на свою жизнь, смотрит он на Тору, смотрит он на все поколения, которые были до него, он думает, ну кто я вообще относительно Мошера Бейну, Царь Давид, Авраам, Исхак, Яков, Раби Акива, Раби Тарван, все вот эти мудрецы. Ну кто я вообще, кому нужна моя Тора, кому нужны мои уроки, кому нужны мои заповеди. Я песчинка в этом мироздании, которое вот так проходит. Не надо быть завистливым. Так я не буду большим цадиком, я буду просто каким-то там маленьким себе человеком в этом раю. Так думает человек. И думает, поэтому я как бы работаю много и не буду я париться, думает человек. Я там по чуть-чуть, значит, что-то буду соблюдать. А в основном я буду жрать, пить и отдыхать, ждать смерти. И тогда, говорит ему Раби Тарван, говорит, не говорит, не на тебе работу закончить. Ты не думай, конечно, работу закончить невозможно. Пока Машех не пришел в храм, ты вряд ли построишь. Как есть известная история, как один из мудрецов говорил, что вначале я хотел, когда был в молодости, хотел изменить весь мир. Что все, сейчас приведу Машеха. Потом я подумал, что мира я изменить не смогу, но я хотя бы изменю свой город. И я думал, что я изменю свой город. Потом я увидел, что и город я изменить не смогу. И я думал, я изменю хотя бы свою улицу, вообще, хоть люди вокруг меня. Потом я понял, что люди вокруг меня я не смогу изменить. Я хотел изменить свою семью. Потом я понял, что и семью я не смогу изменить. И я остановился на том, что надо хотя бы себя изменить. Но когда он уже решил, что надо себя изменить, то он был уже в возрасте. Поэтому Поэтому Говорит Раби Тарфон Не на тебе работу закончить Ты не думай, не смотри на вот эти все глобальные вещи Но ты не свободный человек От нее освободиться Не можешь ли решать Служить тебе Богу, не служить Работать полную силу, не работать Потому что Есть в Мишле такая Фраза, что Сейчас Что-то Аруфебем лахто Аху ли бальм ли машхит То есть тот, кто Митропебем лахто Тот, кто ослабляется в своей работе Тот, кто делает полсилы свою работу Имеется ввиду Божественное служение Он как брат для того, кто Портит И там объяснение такое было Что иногда человек говорит А за что мне неприятности Я же цадик Я не цадик Он говорит Ну я вроде все делаю И не грешу Так это Мишна Это не Мишна Это Этот пасук Царь Соломон ему отвечает Что иногда Для человека является преступлением Работать не в полную силу Что у него есть Огромный Бог ему дал Талант Потенциал Огромные силы И то, что он Не доделывает свою работу Уже является для него Личным преступлением Как-то Робис Рольф Соломтер Был такой Великий мудрец Он Изучал какое-то место В Рамбам В Рамбаме Рамбам Которое Там все мудрецы Предыдущего поколения Не могли понять И он его так Посмотрел Посмотрел И тут ему стало Все понятно Да Тот вопрос Который был там В тысячу лет Он ему открылся И он Побледнел вдруг В этот момент И потерял сознание Его потом Он начнулся Его спрашивают Что случилось Он говорит Когда я понял Ответ на этот вопрос Я понял Какой мне мозг Дал Бог Какие силы Мне дал Бог И как Какой он С меня Сделает спрос Как я это Использовал В своей жизни И Здесь Сказал Робитарф Еще раз Что Не на тебе Работа закончит Ты не думаешь Что Типа Работа бесконечна Ты ее закончить Не можешь И поэтому Я делать не буду Нет Ты не должен Ее заканчивать Ты не должен Думать о том Что ты обязан Привезти Машеха Нет Но ты не можешь Освободиться От нее От этой работы То есть Ты должен Действовать В полную силу Им ламата тора арбе Знаешь Что если ты учил Много торы До этого Сказал Рабан Йоханан Бен Закай Он сказал Именно эти же слова Им ламата тора арбе Аль такзит тували Ацмеха Если ты учил Много торы Не держи Добрать для себя А здесь В раме тора арбе Он говорит Теми же словами Если учил ты Много торы Дают тебе Сахар арбе Дадут тебе То есть В чем разница Тут Если человек Учил много торы Он говорит Я вообще Красавчик Я там Метхакам Я раввин То он Он этим Снимает Себя Награду Он как бы Сам себе Дал Награду Он говорит Я Вот Когда человек Говорит Я в этом мире Хозяин То он Как бы Из этого места Выдавливает Бога Говорится Что Бог И гордец Не могут быть В одном пространстве То только Сильно развито Вот это Его я Его эго То он Естественно Вытесняет Бога Из этой части Миров Которая Как он думает Он управляет Хотя Бог управляет Везде И поэтому Сказал Рабан Йохан Будь скромным Если учил Ты много Торы Не держи Тавали Ацмеха А Раби Тарфан Нам сказал Здесь Если учил Ты много Торы То дадут Тебе С неба Сахар Арбе Дают тебе Большую Награду Ведейман Убаль Млахтех И он Уточняет Это Что есть Хозяин Твоей работы То есть Та работа Которую Ты делаешь Ты делаешь Не для себя И есть Хозяин Хозяин мира Бог Бог так устроил мир Что есть в мире Исраэль Появился Авраам Искак Яков Яков Стал Исраэлем Яшар К Богу Тот Министр Бога Тот Служит Богу И Исраэль Он уже Обязан Служить Богу На сто Процентов И он Служил А его Потомки Бог Вывел Из Эдипта Дал Тору И сказал Теперь Вы рабы Мне И сыновья И есть Баль Хозяин Работы И Это то Что сказал Шлома Амелых В Каэлите Царь Слава Он сказал В Каэлите Так Что Май Май Трон Какая польза Для человека От всего его труда Которым он трудится Для солнца И уточняют Наши мудрецы Что действительно От его труда То что он для себя Трудится Нет никакой пользы Потому что Все что он трудится Для себя Он умрет И оно исчезнет Это не его Но если он трудится Амаль Тора Труд Бога Заповеди То это не его труд Это Есть Бальм Латеха Есть хозяин работы И когда ты делаешь заповеди Которые Бог сказал делать То тогда Та награда Которую Бог тебе дает Она навсегда с тобой То есть ты Вкладываешь тогда в себя Делая заповеди Делая работу Бога Ты по-настоящему Вкладываешь в себя И Нейман Верим Можно верить Хозяину твоей работы Шейшалембеха Сахар Пулатеха Что он Заплатит тебе Сахар Пулатеха Всех твоих действий Есть В бизнесе Например Или в каких-то Делах Здесь в этом мире Есть одна сложность Что если ты не доделал дело То тебе за него не заплатят То есть если ты Например Пишешь книгу И ты не дописал Полгниди То ты не написал книгу У тебя может быть Десять раз написано По полгниди И это ни о чем вообще Но Это твои Пулот Они не оплачиваются Оплачиваются Конечный результат В этом мире В Торе Он пишет Здесь Уточняет Робитарфа Что Можешь верить Ты хозяину Твоей работы Потому что Ты выполняешь Его работу Что заплатит тебе Сахар Пулатеха Награду За каждое Твое действие Закончил ты Не закончил Ты получился Десять минут Положена награда Сделал заповедь Положена награда Хотел сделать заповедь И не сделал заповедь Положена награда То есть Не получилось у тебя Но ты хотел Положена награда И она прямо Но кстати интересно Есть возможность В материальном мире Можно к этому тоже присоединиться Каким образом Есть Были два брата Среди детей Якова Исахар и Звулун Есть благословение Исахар сидел Учил Тору В шатрах Он не только сидел Учил Тору А Звулун Он ездил за морем Он торговал И он часть денег Половину денег Часть денег Отдавал своему брату Исахару За то что он учил Тору И награда Изучения Тора Делилась на них пополам Так написано Что Счастлив Звулун Бе Цесехо Когда он выходит Только на работу Торговать В Исахар Бе Олеха Исахар В шатрах своей То есть у Исахара Все понятно Здесь написано Сел учил Тору И пошло Каждая минута Оплачивается Потому что ты Выполняешь работу Бога Даже если ты Не доучил Все равно оплачивается Теперь На Звулун Он же выходит Торговать И у него результат Будет только Когда он купит И продаст Почему же у него Есть брака Что сейчас Как ты Когда ты выходишь Потому что Когда он Присоединил Свою деятельность К изучению Тора То есть То у него Награда идет Точно так же За то что Даже он выходит На работу Ему уже идет Награда Даже когда Он еще не продал Не купил А только он Вышел на торговлю Но у него В Каване В намерении Часть денег Отдать на изучающих Тору Это очень важная вещь Которой можно Пользоваться Все Кто работает Могут к этому Присоединиться В Шейшелеме Касахар Пулватека Заплатит тебе Награду За все твои действия В Эда Знай Что Матанска Раншель Цадитим Летит лаво Знай Что Цадитим То есть Если ты входишь В разряд цадиков То тогда Награда Идет тебе Когда в грядущем мире Вот тут Интересная вещь Есть человек Он Такой Не очень цадик Совсем не цадик Даже И он делает Какие то действия Он делает Небольшие действия Он помог Кому-то А все Но он вообще Не цадик Он можно сказать Злодей Ему прет Ему реально Прет Вообще В этом мире Везет И люди удивляются Как ему так везет Ну во-первых Люди не знают Что такое хорошо Что такое плохо Потому что система Когда люди говорят Просто люди Вот он хороший человек Он умер Почему он умер Они не учитывают Что этот хороший человек Например Там не женился И у него не было детей И они считают Он же хороший человек А он мог жениться Он каждый месяц Новую телку себе брал Какую-то Но жениться Не хотел И не хотел детей И он не выполнял Там первая заповедь Которую Бог дал Это прорву Кладитесь Размножайтесь Потом люди говорят Да он же такой хороший человек Такой добрый был всегда Все это самое Вот он Смотрите Как он хорошо Вот он спонсировал Парад гомосексуалистов Такой добрый человек Помогал всем Педикам И гомикам И помогал Всем Еще Помогал Кому он еще помогал Этой тем Обществу Child Free Свободное от детей Которое пропагандирует Чтобы детей не было А еще он организовал Центр Он помогал девочкам Делать аборты Ну то есть девочки беременели А он им помогал Делать аборты И это самое И выступал он За легализацию Однополых браков И легализацию Там педофилии Ну например Добрый человек Такой хороший Детей любил То есть люди иногда Когда они говорят о том Что он добрый Хороший Почему у него неприятности Они судят по какой-то Странной Да Странной шкале Мы говорим сейчас О шкале Которую Бог установил Бог установил В Торе Сказал в заповеди Полностью совпадают Основные заповеди Подход жизни Совпадают У 90% мира Потому что если мы возьмем 90% мира Это иудаизм Христианство Мусульманство Три главных Монотеистических религий И они охватывают По населению Ну не 90% Тут я прибавил конечно Они охватывают Где-то процентов 70 Населения земли Относятся к этим Трем религиям И в принципе Они живут В рамках 10 заповедей 5 заповедей Бог Ну то есть Примерно одинаковый Подход к жизни Да Теперь Значит Если смотреть Из этой вот Концепции Сейчас я тогда уйду Я как бы Чуть ушел не туда Сильно расширил Сейчас мы говорим Про Тору Значит Тора Это четко Жестко установленная Система Регламентированная Что такое хорошо Что такое плохо Что есть добро Что есть преступление И это очень не очевидно Для человека Что Что зло Например Это одеть шерсть Шерсть слена Это Это нелогично Но Бог сказал Что это делать нельзя Шерсть сленом Это шатнес И написано Что если ты в этом шатнесе То ты должен прям Эту одежду сбросить Запрещено Есть заповеди Не очевидные Нелогичные Но это Тем не менее Нарушение этих запретов Это зло Теперь возьмем Человека Который Начинает соблюдать Заповеди Евреи Начинает соблюдать Заповеди Верит в Бога И он Он Начинает соблюдать С одной стороны И начинает Нарушать С другой стороны Потому что До того Как он вообще Не знал о этой концепции Он жил В придуманном мире В котором он Ну Какой-то иллюзорный мир Тут он выходит Из мира иллюзий В мир Божественной реальности И вдруг он Узнает Что это зло Это добро И он Добро начинает делать И зло начинает делать Только уже осознанно Он уже осознает Что это так Но Бог знает Насколько он верит Насколько не верит То есть Бог читает в сердцах Мы не можем никого судить Потому что Мы не знаем Что внутри у человека Творится Насколько А Бог все знает Теперь Говорит нам Раби Тарфа Есть у человека Внутри Такое соотношение Вот это вот Он набирает заповеди Вот это вот Растут его преступления За Это не пересекающиеся Два столбика Две шкалы За заповеди Ему положена награда За преступление Ему положено наказание Теперь возьмем Человека Который цадик Что у него происходит У него преступлений Почти нет Написано Что нет цадика Который бы не грешил Но у него что-то есть Ну это Там 0,1% А у него Заповеди Ооо Для него Этот мир Он не стоит Он не ценит Этот мир Потому что Он потому и цадик Что он все время Вкладывает в духовный мир В служение Богу Но у него есть несколько преступлений Небольших Значит у него начинаются Здесь неприятности Чтобы он на небо Зашел уже Прямо Топ-10 Да То есть он заходит туда Его встречает Весь Весь Духовный мир Там Вообще Праздник Теперь возьмем Другого человека Он Он не сильный цадик Вообще Он делает У него 0,1% Заповедей У него там Ну в преступлениях Он такой Он любит нарушать Там Ну такой У него где-то Процентов 60 Он нарушает И И у него вдруг Здесь все хорошо Никаких страданий Почему? Потому что Бог ему За его небольшие заповеди Начинает здесь Давать Очень много награды У него Прямо прет Ему везде Но когда он приходит туда Его ждет там Год в аду Такой серьезный Год в аду Но все равно Так как он делал заповеди У него есть обрезание И так далее У него все равно Есть грядущий мир Он к Богу зацепился Но у него пойдет Очищение Такой прям Серьезно в аду Примерно так Работает эта система Теперь Нас предупредил Раби Тарфон Он говорит Что знаю Говорит Это ты должен знать Что награда Цадикам За их огромные Заповеди За их духовные Вот эти вот Достижения Она идет В грядущем мире Нету в этом мире Будет Дальше будет Мишна Нет в этом мире Достаточной Достаточного удовольствия Для награды За заповеди Потому что Награда за заповеди Это вечное удовольствие И невозможно Здесь прийти В Маколь В этот самый В ларек И сказать Дайте мне пожалуйста Бутерброд А вот я вам даю Бриллиант 50 каратов И дайте мне сдачи 50 каратов Не дадут Бриллиант Сдачи В ларьке Нет у них сдачи И если все В ларьке Собрать Нет у сдачи Поэтому Если человек Выходит В разряд Садиков У него Могут Здесь начаться Неприятности Если он Ну то есть Мы не можем Нам сказал До этого В Арабе В начале Второй главы Он нам сказал Что Какой путь Выберет человек Помнишь Он сказал Минаадам Да Ваавы Заир Бамитсвак Аллак И бахамура И будь осторожен В заповеди Легкой Как в тяжелой Тиэна Тавидэ Матанс Каран Шельмитсвак Потому что Ты не знаешь Какая награда За заповеди Но нам сказал Раби Тарфан Что Награда За заповеди Это он Как бы Последний Мишня Комментирует Первую Она в будущем мире То есть Мы не знаем Какая награда Мы не знаем Сколько За что платят Мы знаем Что нужно Действовать правильно То есть Верить в Бога Умно Правильно Выгодно По любому В любом случае И когда ты Идешь по божественному пути Дальше Бог тебя ведет Подсказывает И с Божьей помощью Чтобы все было хорошо Система работает Бог слышит каждого То есть Это тоже часть Подхода Что нужно молиться Нужно просить Нужно благодарить Но все Все что нужно делать Мы можем узнать Только из одного источника Из Торы Учим Тору Знаем Делаем И будет все великолепно Все